Белорусская транспортная неделя Уже здесь наблюдается ажиотаж Людей очень много И нам посчастливилось застать на стенде Skyway Основателя технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого Добрый день, Анатолий Эдуардович Добрый день, не лукавьте Вы не застали, вы знали, что я здесь И я на открытии выставки должен был присутствовать Я действительно не был уверен, что вы здесь будете Потому что в Берлине вас не было У вас есть более важные дела Которыми вы заняты в основном в экотехнопарке Что все-таки заставило вас Почтить своим вниманием Белорусскую выставку, в отличие от немецкой Не надо таких громких слов Германия далеко И туда надо было ехать на неделю Вообще-то на выставке должны присутствовать Не руководители предприятия, а стендисты Они должны рассказывать, показывать Да, об экспонатах И у нас сейчас серьезная работа идет Идет стройка И самый ответственный этап Это монтаж путевой структуры Для двух трасс И поэтому, естественно, я занят Ну, можно сказать, круглые сутки На этой работе Ну, а в Нинске мы находимся рядом Поэтому не заехать И не видеть наше детище Мое детище Ну, я не мог Тем более, что сегодня будут члены правительства Я хочу тоже им рассказать о проекте Расскажите, пожалуйста Что мы представляем на выставке Ну, две машины Причем полноценные Это промышленные образцы Они некие макеты Из фанеры, как наши недоброзватели говорят Это машины, которые полностью укомплектованы И здесь есть ходовая часть Есть рама, есть салон Есть автоматизированная система управления Есть стыковочные узлы Есть даже, вот тут кусочек покажем В путевой структуре В масштабе один к одному И можно посмотреть Какой будет путевая структура Она очень будет компактна Это городской юнебус Он 14-местный На самом деле Он 25-местный Если взять нормативы Общественного транспорта Российского или Белорусского Где метро, например, 8 человек на квадратный метр Поэтому, если из этих нормативов сходить Здесь 25 человек должно перевозиться А мы взяли нормативы Организации Объединенных Наций Где три человека на квадратный метр Поэтому 14-местный метр То есть мы будем фиксировать нашу технологию По самым жестким мероприятиям Да, да, я всегда говорю Говорю, что мы из каждого требования Ну, таких педовых стран Как, допустим, США Россия Страны Европейского Союза Белоруссия Организация Объединенных Наций Из каждого норматива Берем самый жесткий норматив Ну, допустим, по безопасности По электробезопасности По шуму По уместимости, да И из этих жестких самых нормативов Проактируем машину Поэтому она будет сертифицирована в любой стране Я охотно поверю в это Потому что в Берлине мы провели эксперимент Вместо 14 человек вошло 17 И оставалось еще достаточно много места Да, да, да Вы это подтверждаете, так? Здесь будет пол в пол Ну, здесь поэтому сделаны ступеньки На самом деле перун будет на одном уровне И поэтому здесь может и инвалид-колясочник Спокойно объехать И здесь не будет перепада высот И для него тоже присмотрим здесь место Антоний Эдуардович Часто инвесторы спрашивают, обсуждают Чтобы снять все вопросы Расскажите, в чем инновационность пола в Юнибусе? Кроме того, что там травка Какие-то бабочки, стрекозы Да, ну, во-первых, он красивый пол Безусловно И в этом тоже инновационность Потому что это земля Мы ходим по земле При этом мы не разрушаем Потому что там прозрачный слой И даже бабочки Мы их не топчем, так? Ну да, после недели Берлина Смотр как новый, да И инновационность не в этом, на самом деле Пол это сэндвич-панель Высокопрочная То есть пол является как бы плитой Высокопрочной Которой выдержит, в принципе, слона Кстати, был случай в Германии Когда построили в Вепертале Первому на рейсу дорогу Еще построили в конце 19-го века Там было две аварийные ситуации Один раз забыли гаечный ключ на пути А второй раз решили перевезти слоненка Из зоопарка куда-то И когда его везли на речку Он проломил пол и выпал в реку И остался жив, да? Поэтому прочность пола, она существенна для транспорта второго уровня Поэтому это пол высокопрочный А я слышал, что он даже с подогревом Да, и это вот, и это второе, вернее, третье Что является национным Значит, греть надо У нас же зима бывает, и вот холодно Поэтому здесь должен быть климат-контроль, да? И обогрев И поэтому лучше всего греть пол И поэтому здесь В верхнем слое там электрообогрев А внизу теплоизоляция, чтобы не деть улицу Вот все это в комплексе является как бы инновационным Спасибо большое Что вы расскажете о других образцах? Мы точно видим здесь юнибайк Да, точно мы видим юнибайк Это прогулочная машина Где можно и фитнесом заниматься Вот мы видим, что один из наших инвесторов Крутит велогенератор Правда, он несколько вял это делает В данный момент он инвестирует Свою физическую силу в наш проект Не, ну надо, если бы он был Как бы более интенсивно крутил То вот на этой бы энергии Можно было развивать скорость 60 км в час Но скорость вообще расчетная Юнибайка 150 км в час И остальную энергию дают аккумуляторы Поэтому фактически тот, кто крутит педаль Он заряжает аккумуляторы А аккумуляторы уже потом запитывают привод А привод, работа привода регулируется Автоматизированной системой управления Поэтому юнибайки едут все по трассе С расчетной скоростью Несовестно только, крутит кто-то педаль Или не крутит педаль Иначе не будет логистики И будет небезопасно Спасибо большое Скажите, пожалуйста, какие вообще варианты исполнения юнибайков есть? Я слышал, что бывают трехместные С различными вариантами Педальных узлов, количеством точнее Мы здесь представляем явно двухместные С одним педальным узлом Да, может два Может без них быть Может быть одноместный Может быть и четырехместный Там целая линейка Но я хотел бы обратить внимание Вот на другой факт На экономичность, эффективность Вот если перевести электрическую энергию в топливо То юнибайк при скорости 100 км в час Будет потреблять 0,6-0,7 литра на 100 км в пути Вот что самое главное в этой машине То есть это, ну, даже мопеды Он более многозатратный То есть даже без работы ногами Даже без педалей Нет, это не важно Это количество энергии, которое нужно для движения со скоростью 100 км в час 100 км в пути он проедет на аквуаленте 0,7 литра топлива А эта машина Это, ну, аналог автобуса, да 2,7 литра на 100 км в пути При скорости 100 км в час Это самый экономичный транспорт в мире Самый Аналог автобуса по вместимости, но не по Вместимости, но не по параметрам, безусловно Поэтому таких машин ни в мире нет Мы переживаем весь мир И если, допустим, сравнить Это что же электромобиль? Говорят, это не электромобиль А что же это? Это полноценный электромобиль Сравните с Теслой И с известным автомобилем Илона Маска Эффективность его в 10 раз примерно выше По энергозатратам на движение В 10 раз Это порядок Спасибо большое за интервью Анатолий Эдуардович Уже собираются люди, вас ждут Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями новостей на официальном сайте Межуроводной группы компании Skyway По адресу rsv.defisystems.com Поддерживайте наш проект И тогда вы всегда будете в самой гуще инноваций Не зря же нас сюда пригласили Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий В последнее время мы в основном информировали вас о премьере технологии Skyway На выставке в Берлине и на Транс-2016 Где на суд мировой общественности были представлены образцы подвижного состава Skyway Действующая модель путевой структуры Но что же делается с основной, с настоящей путевой структурой Ответы на этот и на многие другие вопросы мы сегодня постараемся получить С помощью главного технолога Закрытого акционерного общества струнной технологии Виктора Рудковского Здравствуйте, Виктор Здравствуйте Вот рояль в кустах Очень кстати оказался Расскажите, что это такое и где мы с вами сегодня находимся Находимся мы на предприятии ОАО «Стройтехпрогресс» Наш основной подрядчик по всему этому действию По всей металлоконструкции Как для высокоскоростного транспорта Так и для легкой транспортной структуры Ранее мы уже были здесь, видели секции, части, секции сборной конструкции В общем-то, которые мы принимали И совместно с представителями нашей организации Это уже какой-то очередной промежуточный этап, как я понимаю Это, скажем так, промежуточный этап основных сборочно-сварочных работ Даже, скажем так, финишный этап То есть то, что мы видим, это по сути По сути, вот то, к чему мы стремились все это время Там на офисе у нас, на проспекте Дзержинска То есть проектируя эти вещи Это вот, в общем-то, результат в железе, в металле В данном этапе происходит сейчас доработка некоторых элементов, нюансов То есть, почему мы сюда и приехали, собственно Составление контрольной карты замеров Которую делали и ранее, в общем-то Здесь она более объемная, более обширная Дальше, после этого этапа, значит, вся эта металлоконструкция Идет на заливку роскостных элементов, роскостной решетки Спецбетоном, тоже испытание, которое мы проводили Ну и после чего нанесение финишного покрытия защитного И отгрузка на монтажную площадку Ну вот последовательность, как бы работа такая Спасибо большое Ну, как мы понимаем, это не первая, не последняя секция Я вижу, что здесь еще на территории предприятия В производственных площадях находится очень много других элементов Для следующих секций, расскажите, пожалуйста, а что это такое? Да, ну вот мы видели секцию, вот название, секцию в сборе Вот, это один из элементов, скажем так, роскостная решетка Ветровые раскосы наши, в общем-то, с вставленными туда Это она внизу, так, да? Вот она, в данном случае, внизу, но, значит, скажем так Рабочее положение, это металлоконструкции, перевернутая То есть, грубо говоря, получается То есть сейчас она находится вверх Она в перевернутом положении, да, вот это вверх То есть, вот это вот пояса, они же рельсы для высокоскоростного транспорта Вот это вот для городского То есть, ну, составили было удобнее, в общем-то, поставить, достать сейчас так на данном этапе Я думаю... Собственного говоря, да Ну, и если мы пройдем немножко вперед, увидим, где, в общем-то, мы собираем все это Основной сборочно-сварочный стапель, скажем так То есть отсюда оно поступает на стапель, потом уже на финишную отделку, как я понимаю, туда Потом еще где-то там заливается бетон, покраска Здесь мы, в общем-то, делаем замеры, смотрим геометрию, делаем доработку Вставку технологических раскосов перемычек, если это необходимо Ну, какую-то доводку финишную по части металла, по части точности конструкции Сопоставив с чертежами, имеющимися здесь Вот, дальше эта металлоконструкция поступает на определенный участок Где идет подготовка к бетонированию раскосов основных наших, да Ну и, собственно, цех дроби струйки, окраски, всего остального Это сборочно-сварочный стапель основной Здесь собирается такая же вот секция, которую мы видели Не секция, а уже объемная ферма, 12 полнометров Часть... готовая часть элемента нашей структуры, в общем-то Ну, вот как-то так Ну, а здесь, как я понимаю, боковые части путевой структуры Левая, правая, соответственно, а вот это как бы верх, грубо говоря То есть, ну, в технологии сборки собираем сразу левую и правую части Соответственно, смотрим, какая геометрия получается Дальше выкладывается левая часть, часть правая И вставляется раскосная решетка уже в общем металлоконструкцию Соответственно, в структуре общей оснастки нашей всей Вы можете это рассказывать? Вас уполномочили? Не слишком ли много секретов мы раскрыли? Ну, скажем так, секреты, они внутри конструкции, как конструкция работает В общем-то, мы говорим с вами о том, что мы проектировали и что мы получили в итоге Спасибо большое, Виктор, за, ну, даже более исчерпывающие ответы, чем я предполагал Мы с вами в Экотехнопарке, как вы, наверное, уже догадались И пока мы ожидаем прораба подрядной организации Я хочу вам рассказать о том неприметном, казалось бы, здании Временном, точнее, сооружении, которое находится за моей спиной Несмотря на то, что нам нельзя снимать, что происходит там внутри Я хочу, чтобы вы все знали Там творится история Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы вас уже познакомили с тем, как обстоят дела С изготовлением путевой структуры для высокоскоростной линии В силу конструктивных особенностей Там большая часть работы проводится под крышей В производственных, промышленных условиях А что касается легкой линии для юнибайков То здесь большая часть работы проходит в Экотехнопарке Где мы сейчас с вами и находимся Мы побеседуем с прорабом организации Которая занимается как раз-таки сборкой и последующим монтажом Если я не ошибаюсь, легкой и впоследствии грузовой транспортных систем Добрый день! Добрый день! Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Демидович Кирилл Производитель работы УАО «Промтехмонтаж» Скажите, на какой фазе находится монтаж легкой путевой структуры Skyway? На данном этапе мы производим укрупнительную сборку подвесного пути Соответственно, сварочные работы и растяжка самого непосредственно подвесного пути На данный момент у нас идет сварка Производится в этой палатке Да, непосредственно здесь идет и подготовительный весь процесс Сварочный процесс и зачистка самого подвесного пути А потом это каким-то образом вытягивается И все новые и новые рельсы, можно так сказать, поступают сюда И она растет вдаль Вдаль, да, да Я смотрю, уже достаточно много сделано По-моему, больше половины Больше половины почти уже выполнено В соответствии, когда будет выполнен непосредственно весь подвесной путь Дальше будет производиться затяжка тросового пути И его моноличивание Спасибо большое Но, насколько я в курсе Уже и на третьей линии То есть на грузовой Начинаются работы То есть все три транспортные системы Монтируются практически одновременно На какой стадии грузовая находится сейчас трасса? На данный момент, на прошлой неделе поступили металлоконструкции Погрузочной линии Соответственно, на сегодняшней неделе Грузовой линии Грузовой линии, извиняюсь На данный момент у нас производятся все измерительные работы Выверочные И на следующей неделе мы приступим непосредственно к монтажу Станции натяжения Спасибо большое Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями новостей На официальном сайте международной группы компаний SkyWay По адресу rsv.defisystems.com Поддерживайте наш проект И у вас все в жизни будет путем Строй SkyWay! Спасай планету! Начинаем Начинаем Нет, друзья, перископ запустил Так что все в порядке Кто в перископе Соединяйтесь тут же Мне с некими претензиями Вчера началась вторая выставка в Минске Уже по энергоэффективности и энергосбережению Где также был представлен SkyWay Министр энергетики, министр экологии Министр природных ресурсов Белоруссии И мне уже вчера Прям с претензией Что почему Я там не присутствовал И почему Не было прямой трансляции с перископа Но здесь, друзья Могу просто покаяться Сказать, что, друзья У SkyWay сейчас идет столько событий Что просто присутствовать на всех Чисто физически я, друзья Не могу, потому что еще есть Семья, еще есть дети Которые тоже спрашивают Папа, как из перископа вернешься Поэтому я все-таки Дни 10 в месяц Пытаюсь находиться дома Но вот Этот вебинар мы еще ведем С Алексеем из своих кабинетов А следующий уже опять начинается В бешеной гонке Опять начинаются Встречи, презентации, конференции Причем география абсолютно разная Это и Минск, и Рига, и Испания Пальма-де-Майорка И Таллинн И Копенгаген Это вот только то, что, друзья Будут за ближайшие две недели Но это результат работы Это сейчас говорит о том Что инвесторы Стали подключаться Очень активно Работа идет Очень серьезная И здесь, друзья Вот как раз Один из таких важных Важных моментов Который надо сегодня Уже понимать И здесь мы как раз Обращаемся Ко всем партнерам Уже Те, кто работают Мы все с вами, друзья Готовились К этому событию Друзья 28-29 ноября Намечена очень серьезная Презентация В Минске и Марьиной Горке То есть начало Уже не то, что ходовых испытаний Мы уже говорили Что Марьина Горка Начала свою работу Как этот технопарк То есть она начала Свою работу Когда начал заливаться Первый фундамент Под анкерную опору Она уже начала Работу Она пока Просто сегодня Она подходит В завершающей стадии Увидели Михаил Кириченко Репортажи И из цехов Где идет Изготовление путевой структуры И монтаж уже идет В поле И сейчас Готовится Вот я вчера Санкт-Петербург Говорил Он говорит Что буквально Вот прям днями Как только машины Освободятся с выставки Их сразу уже Привезут на завод И первые Именно Путевые испытания На путевой структуре Которая будет стоять На заводе Начнутся Тоже вот уже Друзья днями То есть мы к этому Подошли И в ноябре Это просто будет Уже когда Будет основная Пробована И испытана Путевая структура Она тоже друзья требует Это инновационная система Она требует монтажа Она требует испытаний Поэтому это тоже И потом на нее Уже будет Подвешены Эти наши машины И начнется новый этап Так вот друзья Как раз было Очень много обращений Мы говорим Что крупные бизнесмены Крупные чиновники Которые заинтересованы Но которые хотят Увидеть своими глазами Вот друзья Давайте приглашать И 28-29 ноября Будет Такое Презентационное Мы не делаем Из этого Какого-то Супер-пупер Событие Мы просто говорим Что приедет Крупнейшая мировая Инженеринговая компания Рекон Которую привезет Родхук Которые будут Презентовать проект Крупнейшие С использованием Скайвей Решился вопрос Антикоррозационный Тут вам задают вопрос Решился ли вопрос Антикоррозационной Обработкой Путевой структуры Но я друзья По секрету могу сказать Что такого вопроса Никогда и не было Там нет вопроса Коррозии Поэтому Как это будет выглядеть Вы друзья Увидите Всех ноу-хау Я к сожалению Показать Рассказать Не могу Так вот Презентацию Будет делать Родхук Инженеры Из крупнейшей Инженеринговой Компании Будут Крупные бизнесмены Из России Белоруссии Казахстана Таиланда Испании Чехии Германии Поэтому Соответственно Друзья Мы не говорим Что это Презентация Для всех Как мы говорили Для партнеров Мы сделаем Отдельный праздник Отдельный фестиваль Проводить его будем Тогда Соответственно Это будет Отдельное мероприятие Мы с вами Все Как именно Праздник Когда будет тепло Ну пусть еще Там Как всегда у нас Друзья Есть повод Чтобы опять же Нам всем Вспомнить Про Тех Кто нас Того Кто нас Собрал Для того Чтобы пожелать ему Долгих лет И здоровья В апреле У Анатолида Дальше День рождения Поэтому Мы всегда Вокруг этой даты Стараемся Как бы Собраться Сделать Поэтому На апреле У нас будет Большой праздник Как мы говорили Это встреча Всех партнеров Скайвэя Туда мы приглашаем Абсолютно всех А в ноябре Как раз Презентация Поэтому У кого были Контакты Что пока Не увижу Своими глазами Не буду Обсуждать Не буду делать Вот так вот Для такого рода Бизнесменов Для такого рода Чиновников Как раз Друзья Приглашаем Делаем Давайте У кого есть Такое Пишите В мой скайп Он всегда есть Пишите на почту Обращайтесь К Виктору Бабурину Давайте Это все Делать Запускать И Скажем так У нас Мы для себя Определили Определенный Кворум Сколько мы должны Набрать Такого рода Ну скажем так Крупных инвесторов Потенциальных Которые готовы Войти в проект Мы его уже набрали Поэтому дальше Друзья Вход неограниченный Поэтому Если вы Знаете Или общаетесь С серьезными Бизнесменами Которым надо Поучаствовать И увидеть Себе подобных Все увидеть Своими глазами Значит вот Имейте ввиду Что 28-29 Ноября Такая возможность Будет Соответственно Презентацию Будет вести Еще раз Род Хук Это бывший Министр транспорта Южной Австралии Это человек Который называют Министром Инфраструктура Который Представлял Проект Skyway На берлинском На трансе Соответственно Сегодня Он будет Презентовать Именно Этот проект Для крупного Бизнеса Для Соответственно Тенциальных Инвесторов Именно Уже Крупных Инвесторов Причем С участием Крупнейшей Инженеринговой Компании Которая Сегодня Проектирует Самый Крупный Самый Высокий Воскреб В мире Соответственно С этой Компанией У Skyway У ЗАУ Струнной Технологии Есть Партнерский Договор То есть Это наши Партнеры По работе Которые Участвуют В проектировании Именно Зданий В основе Которых Лежат Анкерные Опоры То есть Это тоже Соответственно Уже Совместная Работа Вот Поэтому Это то Что Друзья Касается Таких Свежих Новостей Это все Что Касается Сейчас Работы Теперь Друзья По ближайшим Планам По охранному Я расскажу По охранному Моду Сегодня Это не Самая Интересная Новость Мне в перископ Пишут Чтобы я Про охранный Модуль Что-нибудь Рассказал Вот Поэтому Ближайшее событие Которое у нас Будет уже На следующей Неделе Это наш Европейский Фестиваль Европейская Конференция В Юрмале Вот Где соберутся Все наши Партнеры Из Чехии Словакии Германии Англии Франции Италии Кого я упустил Ну наверное Еще кого-то Упустил У нас всего Сегодня 89 стран Участников Проекта Вот Соответственно Вот Европейская Такая Конференция Кто Хочет Принять Участие Обращайтесь В личном кабинете Есть Ссылка Для регистрации Заходите Делать будет Очень интересные Презентации Будет Очень интересное Общение Будет Общение И с крупным Бизнесом Который Входит В проект И кто уже Вошел В проект И кто Планирует Войти В проект Соответственно Будут Общения С крупными Структурами С крупными Сетевыми Лидерами Которые Сегодня Работают По выстраиванию Именно Инвест Проводящей Системы В Германии В Чехии В Словакии В Польше В Венгрии То есть Это Крупнейшие Структуры Которые Сегодня Взяли на себя Основное Финансирование Мы уже Говорили Что Эстафету По лидерству Россия Передала Сейчас Уже Европе То есть Некоторое Время Последние Четыре Месяца Это держит Чехия Словакия Сейчас Очень активно Подходит К этому Германия Которую Очень активно Начинают Инвестировать На подходе Сейчас Уже Италия Франция Голландия В общем Австрия С Австрией У нас Крупную Структуру Подсоединяются Вот Поэтому Это будет Очень Интересное Такое Мероприятие В Юмеле Там будет Весь Директорский Состав Скайвей Капитала После Этого Мы все Едем В Минск У нас Годовое Собрание Именно Отчетное Собрание По работе Скайвей Капитал За год Вот Где мы Вместе С ЗАУ Струнные Технологии С Генеральным Директором Антонимом Девчонки Подведем Итоги И наметим Планы На Ближайшее Будущее Что Друзья Сейчас Очень важно Понимать И Очень много Вопросов Сейчас Идет Это Соответственно Связано Со Сменой Этапа Друзья Не понимали Что Смененный Этап Она Только Начиналась Запускалась Она вся была Разбита На 15 этапах И каждому этапу Соответствовался Объем Инвестиций Объем Имитированных Обязательств Которые Перераспределяются Среди инвесторов И соответственно Объем Выполненных Работ На сегодняшний Момент Мы Находимся На завершающей Стадии Седьмого Этапа И переходим На восьмой Этап Соответственно Что это значит Это значит Что объем Выполненных Работ Который Намечен Он Реализован Соответственно Инвесторы Которые Должны Были Обеспечить Эту Работу Они Выполнили Свои Обязательства То есть Инвестировали В проект Соответственно Компания Обеспечила Свои Обязательства В виде Обязательств Которые Имитирует Компания Которые Внесены В реестр Акционеров Соответственно Это тоже Выполнено И соответственно Каждая смена Этапа Идет Со сменной Дисконта Были времена Когда Дисконты Были Я еще Помню Были Дисконты И четыре С половиной Тысячи К одному И две С половиной И полторы И тысячи Потом Долго Кто входил В этом году Были Дисконты Шестьсот Пятьсот Сегодня Конечно Таких Дисконтов Друзья Больше Возвращаться Не будем Кто взял Рассрочки На такие Дисконты Они будут Естественно Завершать Ни в коем случае Здесь ничего Меняться Те Соответственно Программы Пакеты Которые будут Браться На этом Этапе Или на Следующем Они конечно Будут Идти По Другим Дискаунтам Это абсолютно Закономерно Каждому Проекту Этапу Проекта Соответствуют Свои Дискаунты Здесь Друзья Очень Простой Принцип Вначале Когда мы Начинали Все с вами Начинали Три года Назад Все Очень Серьезно Рисковали Когда На доверии К Анатолию Довардовичу Юницкому Как инженеру К той школе Которую Он создал Инженерной школе Команде Которая Вокруг Него Собралась Люди Приходили Инвестировали Небольшие Деньги За это Получая Очень Большие Премии За Это Время Проделана Огромная Работа И сегодня Когда Какие Нибудь Умники Или я бы Сказал Додики Сегодня Говорят Что я Слежу За вашим Проектом И у вас Тут за Три года Ничего Не Изменилось Друзья Я просто Сразу Выключаю Скайп Вешаю Телефон Отключаю Потому что Мне не Интересно С такими Людьми Это Не Мне Рассказывать Не Мне Потому что Если У этих Людей Ничего Не Изменилось То У нас За три Года Изменилось Радикально Все Радикально А за Ближайший Год Изменится Еще Более Радикально Если Люди Говорят Что мы Следим За вашим Проектом И мы Не Увидели Изменений Значит Два Варианта Либо Они Не Хотят Увидеть И все Что Происходит Их Не Интересует Либо Они Следят За Другим Проектом И в Том И в Другом Случае Они Мотивируются Для себя Фактами Это Так Вот На сегодняшний Момент Можно Четко И однозначно Утверждать Что Мы Подошли К Очень Важному Моменту И смена Сегодняшнего Дисконта Она Ведет К тому Что Приходят Все Больше Инвестиций Принцип Который Изначально Закладывался Что Чем Больше Инвестиций Тем Больше Должен Больше Снижаться Дисконт И Максимально Инвестиции Максимально Дисконты Меньше Десяти А реально Меньше Пяти И это Друзья Абсолютно Справедливо Потому Что Тот Кто Рисковал И входил Три года Назад Два Года Назад Год Назад Это Несоизмеримый Риск Который Сегодня И Соответственно Дисконты Должны Очень Резко Отличаться Из Уважения Тем Кто В Начальной Стадии От Компании Даже В новом Этапе Тоже Будет Весь пакет Который У вас Уже Есть Будет Еще Вводиться Дополнительная Премия В виде Одного Двух Трех Процентов На Весь Пакет Который У вас Есть Не Важно Для Меня Друзья Это Особенно Для Меня Это Крайне Важно И Очень Серьезно Я знаю Еще Ряд Крупных Инвесторов У которых Уже Десятки Сотни Миллионов Акций Тем Не Менее Они Докупают Постоянно Пакеты Потому Что Идет Мультипликатор На Весь Пакет И Это Друзья Та Премия За То Что Входили На Ранних Этапах И Соответственно Работа Была На Ранней Стаде Поэтому Это Уважение Тем Людям Которые Входили Два Три Года Назад Которые Несли На Себе Основной Риск Да Они Могли Позволить Небольшие Инвестиции Но Сегодня Это Вознаграждается Тем Что На Все Эти Крупные Пакеты Которые Были Созданы Большими Дискаунтами В виде Премий Сегодня Будут Получать Дополнительные Бонусы Я Считаю Друзья Это Абсолютно Справедливо Абсолютно Правильно Но То Что Будет Происходить На Восьмом Этапе Мы Будем Обсуждать На Следующей Неделе Будущая Работа На Завершающем Этапе Вот Эта Неделя Которая Осталась Я Максимально Могу Рекомендовать Что Давайте Эту Неделю Проведем Наиболее Активно Потому Что Это Возможность Когда Можно Еще По Максимальным Сегодня Венчурным Премием В виде Дискаунтов Получить Свои Инвестиционные Пакеты Поэтому Если Вы Получили Достаточной Информации Для того Чтобы Принимать Решение То Вот Эта Неделя Как Раз Это Очень Важный Этап Когда Вы Можете Стать Активным Партнером И Соответственно Получить Те Дискаунты Которые Сегодня Заложены В тот Этап Который Сегодня Есть Со Следующей Недели С 18 Числа Будет Смена Из Конта Следующая Смена Будет Скорее Всего В ближайшие 2-3 Месяца До Конца Года Это Скорее Сейчас Постепенно Проплачивать И Соответственно По мере Того Как Они Будут Входить Соответственно Будет Меняться Этап Это Друзья Естественное Развитие Потому Что Все Ждали Очень Многие Крупные Инвесторы Крупные Фонды Крупные Структуры Они Смотрели До Того Как Мы Дойдем До Выставки Инотранса Это Был Первый Рубеж Который Мы Преодолели Второй Это Начало Ходовых Испытаний Соответственно Друзья Начало Ходовых Испытаний Начинается Уже В ближайшей Неделе А Как Я Уже Сказал В конце Ноября Уже Будут Продемонстрированы В полевых Условиях Уже Подвижной Состав И Почему Мы Там Собираем Сейчас В это Время Крупных Инвесторов Потому Что Это Начало Нового Отсчета И Скорее Всего Друзья К Этому Периоду Подойдет Можно ли Получить Кредит Под Инвестиции Ваш Бизнес Нет Друзья Кредит У нас Получить Под Инвестиции В наш Бизнес Нельзя Вот Поэтому Давайте Соответственно Максимально Отработаем Эту Неделю Доведите Эту Информацию До Своих Структур Доведите До Своих Партнеров Доведите Эту Информацию Для Тех Кто Сегодня Еще Сомневается Или Думает Принимать Решение Друзья Очень Хороший Период Вот Эта Неделя Для Того Чтобы Отработать Ее Максимально Эффективно Максимально Вот С этой С точки Зрения Новостей Репортажи Которые Вы Постоянно Сейчас Видите В Рассылках То Что Мы Ставим То Что Мы Сегодня Показываем Работа Идет Самым Активным Обором Вчера Я уже Говорил Что Открылась Еще Одна Выставка Энергосбережения В Минске Презентовал Анатолий Дорожь Юницкий Был ряд Членов Правительства Министр Энергетики Министр Экологии Министр Приводных Ресурсов Вот Соответственно Все они Посетили Стенд Посмотрели Походили Посидели Покрутили Педали В Юнибайке Вот Естественно Что Ни одного Недовольного Как вы понимаете В принципе Там Быть не может Все В репортажах Михаила Кириченко Вы увидите Потому что Все это Естественно Фиксировалось И в ближайшее Время Это все Будет показано Вот Поэтому Это уже Продолжение Работы Еще у нас Открывается В Мельбурне Одна выставка На следующей неделе Там будет Презентовать Ротхуб Технологию То есть Как вы видите Это уже Становится У нас Такой Обыденной Работает То есть Когда Технология Начинает Двигаться Технология Начинает Показываться Соответственно Начинает Выстраиваться Уже Очередь В те Презентации Правительством Которые Заинтересованы В технологии Буквально На этой неделе Виктор провел Презентацию Транспорта Одного из Штатов Индии Готовится Визит Сейчас В ближайшее Время Виктора В Индии Мы уже говорили Что мы так Улыбаемся Что Виктор Пересекает В самолет Потому что У него дальше На очереди Стоит Боливия Филиппины Ну и дальше В общем Это Гвинея Вот сейчас Вышли у нас С предложением ЮАР Это друзья Тот график Который формируется Я надеюсь Что все таки Ряд Стран Во всяком случае Француз Франкоговорящий Алексей На себя Возьмет И несколько Разгрузит Виктора Вот По роду Таких Таких Презентаций Но это друзья Как вы понимаете Уже такие Приятные хлопоты Когда зовут Когда просят Презентовать Когда просят Рассмотреть адресные проекты И сегодня На вопрос В каких странах Вы ведете Переговоры По адресным проектам Друзья Уже не корректен Мы сегодня Ведем Трудно назвать Где мы сегодня Не ведем Естественно Что Все это будет Только тогда Когда это будет Доведено До Уже такого Логического Конца Когда будут Появляться Документы Поэтому Сейчас Мы просто Обозначаем Что Такие работы Ведутся В разных Уголках Мира С разными Правительствами Вот И Это тоже Как результат Уже признания Сегодня технологии Потому что Как вы видели Очень интересно Ведет себя РЖД Партнер Это тоже Интернет Портал Александр Соколов Солнцев То есть Интереснейший парень Он приезжал В конструкторское бюро Я тоже его видел То есть чем это интересно Сравнивать сегодня Что На моих глазах Юницкий делал презентацию Онлайнеру Тоже Одному гаденушу Который там Посетил Наше конструкторское бюро Просто написал Пасквиль В своем Онлайнере И вот Друзья Казалось бы РЖД Партнер То есть официальные органы РЖД Который в ближайшее время Возглавит Аркадий Дворкович Тоже Такий интересный Поворот В нашем Российском Действительности Который Не боится Который Активно Поддерживает Который Открыто И восторженно Пишет Про технологию Который Консультируется С Юницким По разного рода Вопросам То есть он У него брал интервью По поводу Развития скоростных Железных дорог Китае По поводу Развития скоростных Железных дорог В Европе По поводу Испытаний Связанных С хайперлупом То есть он реально Как профессионалом Высочайшего класса Именно в транспортных Технологиях С Юницким Советуется И не боится Это писать И пишет о том Что сегодня Уже фантастика Становится реальностью Это Сголовки Которые сегодня Есть Вот друзья Разный подход И он был На выставке В Нинске Видел своими глазами Эти машины Что не скажешь Про этих Онлайнерцев Так сказать Которые могут В состоянии писать Заказные статьи А потом засунуть Свой язык В одно место Когда мы их звали И сказали Вы приходите Посмотрите Напишите сейчас Что-нибудь Когда вы Рядом с вице-премьером С министром транспорта Посидите в этих машинах Когда вас пригласят На ходовые испытания Когда вам покажут Производственную базу Вы сейчас что-нибудь Напишите Напишите тот же Пасквит Который Вы и раньше писали Что да Мы видели Геннибайт Мы видели Но все равно Ничего не существует Это все миф Это все развалится Это все картонка То вообще же тишина Ну ладно Друзья Это В общем-то Их дело И здесь Очень важный момент И Здесь очень важная позиция Что когда есть Что показать Когда есть чем гордиться Когда есть Что выставить С точки зрения аргумента Это друзья Всегда Приятно На выставке Традиционной Когда Первый канал Беларуси Они уже три раза У него сняли Репорт Корреспондент Крутил педали Там был довольный Вот И Традиционный вопрос Который Сегодня звучит Всегда Что Анатолий Доварович Как вы себя ощущаете На этой выставке Когда Выставляются Ваши машины Ну Ответ Тоже уже У Юницкого Традиционный Ну а как вы думаете Как может себя ощущать Человек Когда На его глазах Реализуется мечта И дело его жизни Так вот Друзья Мы сегодня Участвуем И способствуем И активно работаем В реализации И мечты Юницкого И мечты Миллионов И сотен Миллионов Людей которые будут Пользоваться Skyway Вот Поэтому друзья Мы сегодня Стоим на Очень важном Этапе Для нас Как именно Инвестпроводящая Система Для нас Как Компании Которая Отстроена Именно на Привлечения Инвесторов И финансирование Первого Адресного Проекта Экотехнопарка В Марьиной Горке Для нас Очень важно Сейчас Отработать Эту неделю Донести Максимум Информации И чтобы Люди Которые Сегодня Заинтересованы В проектах Для себя Определили Будут они Дальше Двигаться И входить В проект А если Уже Вошли В проект Будут ли Они увеличивать Своё участие В нём Или нет Это друзья Как раз Просьба К каждому Это Мотивация К каждого И соответственно Это очень важный Этап Который Сегодня Происходит При этом Все разговоры О том Что Финансирование И Закроется Там завтра Послезавтра Через месяц Это всё друзья Инсинуации Это всё ерунда О том Что рассрочки Завтра прекратятся Это тоже всё друзья Ерунда Смотрите Официально Сайте Что наоборот Что насколько Вы взяли пакеты Они будут Обязательства Выполнены До конца Что За этими пакетами Другое дело Что будет Да снижение Дискаунтов Как премии Но Пакеты Максимально Они будут идти Ещё долго И долго И мы говорили Что Следом за Skyway Готовится Ещё ряд проектов И адресных проектов Связанных С технологией Skyway Здесь друзья Я прошу Очень хорошо понимать Что Адресные проекты Могут обозначаться В проекте Skyway Только двумя людьми Только двумя Прошу это Очень хорошо запомнить И всегда говорить Значит Первый Это Анатолий Юницкий Только он Может обозначать Адресные проекты Которые Идут С использованием Технологий Skyway И второй Это Род Хук То есть Это руководитель Skyway Австралия Которому Юницкий Уполномочил Вести ряд проектов На территории Австралии И Африки Если вы Слышите От кого-то Другого Об адресных Проектах Или то Что Skyway Где-то Собирается Участвовать Друзья Это обман И болтовня Ну Может быть Третий человек Которому Юницкий Может доверить Или поручить Говорить Об адресных Проектах Это Виктор Бабурин Вот если вы Слышите От кого-то Из других Участников Проекта Либо Которые Примазались К проекту Начинаются Адресные Проекты Друзья Это вранье Вот прошу Относиться К этому И тем более Друзья Если вас зовут Куда-нибудь Мыть золотишко В Замбезию Вот тоже Друзья Прошу К этому Относиться Очень серьезно Тем более Вот для меня Как акционера И Skyway Капиталы И Skyway Инвестгруп И РСВ Когда Скайвей Инвестгруп Приходит Предложение Мыть золотишко В Замбезии Друзья У меня Вызывает Очень много Вопросов Такая Поставка Вопросов Тем более Что если Завтра Мне придет Еще предложение Добывать Бриллианты В Лапландии Или Где-нибудь В Сибири Добывать лес Друзья Я прошу К этому Относиться Очень серьезно И так как Мы все Проходили Школу частного инвестора То прошу Разбираться И отличать Проекты Тем более С участием Skyway От того Что предлагают Ну я бы сказал Очень сомнительные Партнеры Очень Ну вот друзья Давайте на этом Я передаю Слово Алексею У него как всегда Очень интересный Взгляд на вещи У него Очень интересная Интерпретация И как Молодому Футурологу Веденту Международной Академии Практикующей Футурологии Алексей Тебе слово Благодарю Сергей Анатольевич Ну собственно Друзья Сергей Анатольевич В основном Все моменты Осветил Я хотел бы Остановиться На наших Результатах То есть У нас Была Кстати говоря Проведена Вчера Открытая Планерка Участвовали Руководители Skyway Capital Посмотрите Пожалуйста Передайте Эту планерку Своим партнерам Потому что Там действительно Как бы Интересные новости Различные Охвачены И Очень доходчиво Вы можете Узнать Посмотреть Какое будет Изменение Дисконта То есть Сейчас я так же Параллельно Включу Чтобы Была Картинка То есть Информация В принципе Сейчас Открыта И Это действительно Мотивирует На то Чтобы Сейчас Задуматься О том Стоит Приобретать Сейчас Фиксировать Рассрочку Или Не стоит Соответственно Это Заставляет Задуматься И что Меня Удивило И не удивило Одновременно То что Вчера Сергей Анатольевич Вообще Где-то Минут Двадцать Потратил На то Что Вообще Вот По какому По какому Пакету Будет Заходить Ему С его Количеством Акций Чтобы Получить Еще Дополнительную Выгоду В акциях И действительно От нас Ожидают Очень Интересные События Как Новые Пакеты И На каждый Дисконт Мы Стараемся Максимально Упростить Работу Скай В Кэпитал Работу Вообще В инвест Проводящей Системы Чтобы каждому Было Понятно Чтобы Не возникало Никаких Сложностей С выбором Пакетов Просрочек И Собственно Вот сейчас У нас Плавный Переход Происходит Со старого Личного Кабинета На новый Личный Кабинет Через Несколько Недель Будет Работать Только Новый Личный Кабинет И Я хотел бы Обратить Ваше Внимание Дорогие Друзья Что Никаких Переносов Дисконта Не будет То есть Вот 17 числа До 12 ночи По Москве И Уже Буквально В 12.05 12.10 Будет закрыт Личный Кабинет На Перезаливку На 8 этап И Соответственно Тот Кто Не успел Зафиксировать Рассрочки Тот Не успел Что значит Зафиксировать Рассрочку То есть Вы можете Открыть Рассрочку Тем условием Которые На текущем Этапе И Соответственно Сделать Первый Платеж Таким Образом Вы Зафиксируете Независимо От тех Условий Которые Будут Уже На 8 Этапе Примерно Изменения Будут На 20% На 20% Снизится Дискаунт И Это Существенная Цифра Я могу Сказать Если Говорить Про крупные Инвестиции То Я бы Рекомендовал Наверное Постараться Не то Что закрывать Рассрочки Как вот Говорят Наши коллеги По другим Инвестпроводящим Системам Рассрочки Будут И Их Никто Не отменяет Не собирается Отменять Вообще И Рассрочки Это наш Механизм Планирования Производства Именно Благодаря Рассрочкам Мы Смогли Обеспечить Тот Финансовый Поток Именно Запланированный Чтобы ожидать Какой Какая Сумма Денежных Средств Поступит На счет Чтобы буквально С колес Заказывать Сталь Сейчас Вы видите Путевая Структура Монтируется Это все Системе Благодаря Системе Рассрочек Также Достигнуто Потому что Мы Можем Планировать Участвует Сейчас Наш Инвест Проводящие Системы Больше 90 Стран То есть 92 Страны Еще Недавно Это было 86 Стран Это Говорит О том Что Мы Набираем Обороты Действительно Вот Где-то Если Говорят Закройте Спец Дисконт Задайте Вопрос А почему Мы Должны Закрывать Спец Дисконт Если Сейчас Сред Допустим Не Имеется Почему Мы Должны Отрывать От Себя И Закрывать Спец Дисконт Почему Условия Должны Быть Ограничены У нас Никаких Условий Таких Ограничивающих Нет Можете Закрывать Рассрочки Закрывайте Если Не Можете Закройте Попозже По графику Платежей Для этого Рассрочки И Существуют То есть Это Наш Финансовый Механизм Как она Развивается Буквально С колес Через Сетевое Построение Корпорации Так и Вам Так как Вы можете Планировать График Своих Платежей Можно Делать Даже Пропуск Платежа Если Вдруг Двойной Платеж Был Совершен И Действительно Те новости Которые Сергей Анатольевич Вскользь Осветил Они Заставляют Задуматься Тем Кто Когда-то Присоединился Ну просто Не инвестируя А получив Заложность Просто Регистрация Ну и тем самым Проявление Интереса К проекту То есть Вот буквально На выходных То что Нам Виктор Бабурин Позволил Говорить И соответственно Ему Анатолий Эдуард Что Мы вам И транслируем На выходных Произошло Общение Виктора Бабурина С рядом Министров Индии И Собственно Это Один из штатов Как Виктор Говорит Родина Далай-Ламы Ну собственно Я посмотрел Родина Далай-Ламы Так и не нашел Что за штат География География Как бы Не особо Силен Родина Далай-Лама Я не знаю Где она Находит Ну какой-то Штат Какой-то Крупный штат Кстати Если у кого-то Есть варианты Пишите Произошли Переговоры Вы помните Ту Новость Когда Скайвей В Индии То есть Вот эта Новость Плавно Перешла Уже Встречу В Цюрихе Где Виктор И Руководитель Один из руководителей Инженерных бюро Научно-производственного Конструкторского Предприятия ЗАО Струнные технологии Провели Блистательную Презентацию И У Министров Транспорта У Министров Других Одного Из индийских Штатов Не осталось Никаких Аргументов Чтобы Не пригласить Их Уже Обсуждать Проекты Не то Что даже Подписывать Какие-то Рамочные Соглашения Что мы Сейчас Делаем С рядом Российских Представителей То есть Это такая Планомерная Работа Но уже Обсуждать Конкретные Проекты И Самое Интересное Вопрос Был о финансировании За чей счет За чей счет Банкет Будет По строительству Андресных Проектов Финансирование Большей частью Будет Со стороны Индии Как правительства Так и Индийских Инвесторов Это Очень серьезно Радует То есть Это Очередной Наш Очередное Наше Приобретение В пуле Адресных Проектов Давайте Вспомним Вообще Вот какой Был Дискаунт Нужно Напоминать Всегда Допустим В 2014 Году 1 к 1000 1 к Полуторам 2013 Сейчас Это 1 к 250 Уже При крупных Инвестициях И Я Знаю Людей Которые Вот Если У Сергея Анатольевича Входили На такие Сверхкрупные Инвестиции То У меня На ранних Стадиях Есть Такие Инвесторы Которые На несколько Миллионов Рублей Зашли Это мои Коллеги По Развитию Различных Интернет Проектов И Они Не то Что поверили В проект На тот момент Они наверное Поверили Мне Услышали Мое рвение В развитии Проекта И сейчас Мы уже Выходим На контакт Чтобы Взаимодействовать Но извините Тот факт Что Сейчас К нам Присоединяются Такие Люди Которые Заработали За Небольшую Весьма Историю Развития В сетевом Бизнесе Несколько Миллионов Долларов Буквально За два Года И за Прошедшие Месяцы Заработали Примерно 500 тысяч Долларов По правилам Частного Инвестора В этом Мы с Андреем Хавратом Солидарны 10% Дохода Соответственно Готовы Инвестировать В венчурное Направление В проект С отложенной Прибылью Не с Мгновенной Прибылью То есть Лучший Вариант На сегодняшний День На рынке Это Наш проект Наш проект Скайвей То есть Примерно 50 тысяч Долларов Будут Инвестировать Эти люди Эти лидеры И планируется Отдельная Встреча Непосредственно Уже С ними С ними На Мариной Горки Я Сам Сегодня Впервые Услышал Новости Ну и Сергей Анатольевич Соответственно Впервые Наверное Услышал Эту новость От Анатолия Эдуардовича Что 28 29 Давайте Максимально Проработаем Те Кто Действительно Ожидает Демонстрации Движения И Готов Проинвестировать Серьезные Суммы Денежных Средств На строительство Экотехнопарка Давайте Уже Сейчас Прорабатывать Этот вариант Потому что Осталось Осталось Совершенно Немного Времени Чуть Больше Месяца И Соответственно После Демонстрации Много Резко Поменяется Если Предыдущая Смена Дисконта Произошла Чуть Более Двух С половиной Месяцев Назад Даже Почти Три Месяца Назад То Сейчас Ожидаются Транши Мы О них Сергей Анатольевич В курсе Потому что Мы прорабатывали Эти переговоры И Мы Участники Так скажем Подготовки Крупной Сделки Ожидается Очень Хороший Транш Мы не будем Говорить Числа Скажем Уже По факту Когда Это Свершится Но Самое Интересное Это Может Свершиться Еще До Демонстрации В движении То есть Если Такие Транши Происходят До Демонстрации В движении То Что Будет После Демонстрации В движении И Есть у нас Уже Дом Принятие Официальных Гостей Я Искренне Надеюсь И думаю Что Там уже Внутреннее Убранство То есть Свой Дизайн Проект И так далее Там будет Комфортно Проводить Переговоры Даже В проливной Дождь Даже Зимой Потому что Я думаю Что Беспрерывно Будут Делегации Приезжать На Экотехнопарк Для того Чтобы Увидеть Демонстрацию В движении Я встречался Со своей Интересной Очень Знакомой Это Очень Умная Интеллигентная Девушка Долгое Время Проживающая В США И мы С ней Встречаемся Вот когда Она Приезжает В Челябинск По деловым Вопросам Она Зреет И вчера Могу сказать То что Ей показал По инотрансу И так далее Ее просто Очень сильно Воодушевило И Она сказала Что Алексей Давай прорабатывать Уже Крупные инвестиции То есть У меня есть люди В Майами Там и так далее И сейчас Уже будем До 28 29 Непосредственно Прорабатывать Вот эти инвестиции То есть Я хотел бы вам сказать Что В Skyway Ну и вообще В нашей жизни Законы Больших чисел Они только В нашей голове То есть Примите тот факт Что На сегодняшний день Время крупных Инвестиций И крупнейших Инвестиций В проекте Skyway Действительно Пришло И вы это Увидите По первым Траншам Если сейчас Самая крупная Инвестиция От одного Человека Это проработка Нашей параллельной Инвестпроводящей Системы Партнеров Наших 330 тысяч Долларов То Будут Более крупные Инвестиции В ближайшее Время И Вот Спрашивали Про дом Посмотрите Вот Вдали Слева Виднеется Здание Это Соответственно Дом Для приема Гостей Как я понимаю И Весьма Такое Неплохое Здание Я считаю То есть Тоже Я думаю Там Свои Ноу-хау Будут Использоваться И Использованные И Гостям Там Будет Очень Приятно Ощущать Себя Частью Формирующейся Истории Частью Зарождения Новой Долины Нового Технологического Уклада Уже Не пятого Технологического Уклада А шестого То есть Это Будет Уже Не Кремниевая Долина А небесная Долина Называть Можно По-разному Но Это Действительно Колыбель Колыбель Сейчас Зарождение Прорывной Технологии И на наших Глазах Творится История Нашими С вами Усилиями Творится Эта История Как я уже Сказал Дорогие Друзья Сейчас Я лично Готовлю Это ТЗ Потому что Идея Такая Очень хорошая Она родилась Буквально На этих Выходных И Просто Поставьте Плюсики Тоже Интересно Ваше Мнение Насколько Будет Полезен Тот Простейший Инструмент Который С минимум Текста Будет Визуализационные Картинки Что было И что Стало То есть Это знаете Как в мемах Ожидание И реальность Вы видите Наша ферменная Путевая структура Виде фермы Что было Что стало Наш Юнибайк Что было Визуализация Причем Опять же Визуализация 2016 года И 2016 год Это уже В реальности Что мы еще Можем показать Мы можем показать Визуализацию Нашей станции И то Что стало Сейчас уже Фактически Достроенная станция Мы можем показать Опоры Которые были Которые сейчас Установлены И не нужно Говорить много Не нужно Оказывать Ничего Многие Венчурные проекты Имеют риски В том плане Что они Теоретически Могут быть Нереализуемы Абсолютно Мы же То что закладывали Демонстрируем Делаем То что планируем В 2017 Уже к этому Подходим Сердце и душа Радуются Дорогие друзья Когда видишь Ферму А ферма Это соответственно Основа Того Что уже Мы будем Именовать И гипер Скайвей И собственно Не забываем Что после скоростей 500-600 км в час Мы будем Уже достигать Скоростей Которые Задумал В которых Задал тренд Илон Маск Может быть Благодарственное письмо Ему Небольшое Такое Напишем Что благодарим Илон За то Что задал Тренд За то Что вспомнил Ту технологию Когда-то Придумал И описал Анатолий Эдуардович Юницкий Перемещение В вакуумной трубе Но мы не просто Продолжаем Ту концепцию Которую начал Анатолий Эдуардович Уже Переносимся В 19-е 20-е Года Мы делаем Мы проводим Испытания И не те испытания Что Дребежащая тележка Проехала Чуть более 100 км в час И американская мечта Американское шоу Как это Принято Во многих Венчурных Компаниях Американских Все облодировали Все хлопали У нас не будет Вот этой Помпезности 28-29 ноября Будут факты Поехала Не поехала Реализованная технология Не реализованная И осталось Ждать Совсем недолго Весь мир Увидит Ту сенсацию Которую сотворит Антолий Эдуардович Юницкий Во главе Крупнейшей Будущей Транснациональной Корпорации В ЗАО Струнной технологии И весной Иностранном языке Skyweight Transport Technologies Ну и по традиции Так как наш проект Интернациональный Потихоньку Учим другие Слоганы Кроме Строй Skyweight Спасай планету Пиджа Skyweight Мэтч Магобой Гуд Это на венгерском Будуш Skyweight Захран планету На чешском Консуи Skyweight Софля планет На французском Вчера Сергея Анатольевич Мы уже Как бы Свой такой Вебинар Он также Есть записи Наверняка Она появится Распространим По чатам Провели Вебинар Для Немецких Наших Лидеров Присутствовал 24 человека Ну Я не знаю По какой причине Один Два человека Вышли Но 22 Человека И это Лидеры Это не просто Те кто пришли Послушать Это Мастодоны Мастодоны Которые к нам Присоединяются Потому что Они видят Что они Могут Не успеть На вот этот Отходящий Юнилет Несущийся Не в будущее Но уже Набирающий Обороты В настоящем Поэтому Можем Сказать по праву Бао Skyweight Реттеден Планетан То есть С моим акцентом Немецким Немецкий я не знаю Но будем Учить Будем Развивать Потому что Skyweight Шагает по планете И дает дорогу Мир Транс Каждый Потому что Каждый Будет пользоваться Этим Транспортом Сергей Анатольевич Вам слово Так Алексей Спасибо Друзья Я тут пока Алексея слушал И с Перископом Общался Тоже интересное занятие Тут много Из залетных И Вот так сказать Ну и Еще раз Могу подтвердить Что Взгляд Алексея И его комментарии Всегда Очень интересный И поэтому Те кто в проекте Все таки рекомендую И ходить на наши Вебинары И ходить на наше Выступление с Алексеем Поэтому всегда Каждый раз Уйти узнавать Что-то новое И в этом Собственно и заключается Наша работа Поэтому нас очень много Зовут на презентации На конференции Вот Алексей Да вчера Упомянул Что ввели Для лидеров Германии И Когда было 24 в пик Это лидеры были Для меня Это знаковая Такая цифра Потому что Первый вебинар Который мы вели С Афтольданшем Юницким Это был Февраль 2014 года Я первый раз В жизни Тогда вообще Сел за компьютер Именно как вебинар Такой маленькая кошечка Непонятно С кем разговариваешь Непонятно Как себя вести Непонятно Кто с той стороны И на первом Вебинаре У нас было 23 человека Это знаковая цифра Поэтому вчера Когда у нас Было 24 Потом 22 Это все таки Мы переступили Порог первого Вебинара Который мы проводили Вообще По Skyway А с учетом Что это для Германии С учетом Что это для лидеров Которые есть Я считаю Неплохой результат С учетом Что они сейчас Очень и очень Активно входят Именно как Инвест проводящие Структуры И у нас Как я уже говорил Лидеры последних Пяти месяцев Это Чехия, Словакия Венгрия Но я абсолютно уверен Что Германия Просто В ближайшее время Пере Ну скажем так Обгонит Потому что И потенциал больше И структуры там больше И лидеры там мощные И вообще Именно Культура инвестирования В Германию Она совсем другая Поэтому мы Каждый месяц Проводим там Презентацию Уже пятый месяц Для инвесторов У нас с Алексеем Дежурство В прошлый раз Перед Берлином Ездил я На презентацию Европейское агентство Бизнес-проектов Вот Завтра туда едет Алексей В ноябре Судя по всему Опять ехать нет Поэтому Мы Эту работу ведем Но Немецкие инвесторы Они постоянно Просят нас Доводить информацию Вот Сначала мы их готовили Показывали к инотрансу Приглашали Потом они все посетили Инотранс в Берлине И сегодня Фактически Вопросов Со стороны Немецких инвесторов Уже не остается И сейчас Уже начинается Такая прагматичная Работа Именно по Оформлению И по работе С инвесторами Так Да Координаты Все Скинул Алексей Вот Ну Друзья Фактически Все Что На сегодняшний Момент Необходимо Сказать Мы с вами С Алексеем Довели Значит Прошу еще раз Акцентировать Что У нас С вами В субботу В 12 часов Телемост Это Уже Итоговый Телемост По седьмому Этапу Который завершается Через два дня Он будет Посвящен Подведению Итогов И работе Уже в восьмом Этапе То есть Что нас ожидает Что мы дальше Будем делать В ближайшее время Поэтому друзья Всех приглашаем На Итоговый Телемост Вот Это наше Такое Отчетное Всегда событие Очень Считаю Вообще Разумным И нам Подвести итоги И вам все это Послушать Поэтому Приходите Смотрите И участвуйте В работе Обычно Интересно Какой В родителе Москвы Очень Чего Потому что И последние Новости И последний Анализ Соответственно Еще раз Хочу повторить О том Что сейчас Идет смена Седьмого Этапа Развития проекта На восьмой Это сопровождается Сменой Венчурных премий В виде дискаунтов Будут формироваться Новые пакеты Новые условия Те Те кто Взял Старые Рассчитаны На несколько Месяцев Вперед Каких условий Меняться Не будет Вот Эти условия Будут Если кто-то Говорит То не верьте Вот Соответственно Все это Будет продолжаться С переходом И на восьмой И даже на девятый Этап Все Соответственно Пакеты В рассрочку Которые Взяты на прошлых Этапах Будут сохраняться Соответственно На новом Этапе Будут новые Пакеты Старые Только Старых Этапов Вот Поэтому Такой Что У каждого Этапа Развития Свои Условия И еще раз Повторюсь Эти условия Направлены Только на одно Что Крупные Инвесторы И крупные Инвестиции Должны приходить Как можно На меньшие Дискаунты Это будет Абсолютно Правильно И справедливо Тем Кто На плечах Кто Своими рисками Инвестициями Поднимал проект Три года Назад Два года Назад Год назад И сейчас Еще инвестируют Когда Нету Демонстрации Когда Демонстрация Начнется И придут Крупные И сейчас Уже Они подходят Крупные Инвесторы И фонды Соответственно Дискаунты Начнут Быстрее И еще Более Радикально Это Абсолютно Правильно Повторюсь Еще Дискаунты Это Вообще Логика Которая Закладывалась И Инвесторам Которые Приходили Изначально Эти условия И сейчас Они Поощряются Дополнительными Опциями о том Что докупая Небольшой пакет Вы получаете Премию На весь пакет Который Вы формировали Год Два Три Года Назад Это Как раз Друзья Благодарность Тем Кто На самых Ранних Этапах Нашел В себе Смелость Нашел В себе Инициативу Нашел В себе Интуицию Прийти в проект И соответственно Таким образом Анатолий Дарш Юницкий Соответственно Вся группа Компаний Она таким образом Благодарит людей Которые С самого начала В проекте И я считаю Друзья Это абсолютно Справедливо Сегодня Если говорить Об инвестициях То Сегодня инвестиции Вот Самый такой Период Когда Это наимене Рисковый Период Потому что Буквально Через месяц Через два Уже будет Очевидная Демонстрация Потому что Все к этому Готово И увидели Уже И фермы Монтируется И подвижной Состав И опоры Промежуточные Готовы Но дискаунты Еще довольно Таки высокие Потому что Крупным Инвесторам Они очень Крупные Они все-таки Еще находятся В ожидании Им надо Окончательно Убедиться Во всем Что работает То есть Когда они Увидят Пролеты 200-400 метров Когда они Увидят Работающие Машины Когда они Увидят Окончание Испытаний Тогда они Придут Поэтому Мы ожидаем Друзья Что еще До конца Года И даже Не одна Потому что В ноябре Будет фактически Хмиты Все вопросы Связаны С технологией Поэтому Это тоже Сейчас Наиболее Вот Игорек Раз 20-й Задал вопрос Анатолий Эдуардович В Москве Или нет Что мне Это ответит Друзья Какая разница Где сейчас Анатолий Эдуардович Почему Игорек Сегодня 50-й Раз подряд Спрашивает Анатолий Эдуардович В Москве Или нет Игорек А ты кто Вообще Так сказать Сахадович Его представитель Поехал В суд Наверное Поехал И поверьте Что Сегодня Те суды Которые Идут И те Которые Выигрываются У тех Я бы сказал Недобросовестных Жуликов Которые Сейчас Пытаются На проекте Спекулировать Вот Поэтому Все Будет Игорек Можешь Поверить Что все Будет В порядке И у тебя В том числе Вот Это просто Я не мог Понять Почему Этот Игорек Задавал Столько Вопросов Оказывается Поехал Или представитель Юницкого В суд Или не поехал Поехал Не переживай И суд Этот Выигран Обязательно Как и предыдущие Все суды С жуликами Которые Судились Вот Так Ну что Друзья Тогда Давайте Сейчас На этой Ноте У нас Неделя Осталась Для того Чтобы Спокойно Очень Плодотворно Отработать Для того Чтобы Вывести Уровень Привлечения Партнеров Инвестиций На новый Уровень Для того Чтобы Работы Велись К плану Для того Чтобы Производство Работало И развивалось Потому что Вот Вчера Разговаривал С Антон Вы не представляете Сколько Сейчас Встает Вопросов Связанных С производством С подрядчиками Со станковым Парком Потому что Станки Надо покупать Если Хорошие Новые Это очень Дорого Если Бушные Значит Надо То есть Тоже Не всегда Соответствует То есть Ну Вы понимаете Что как У генерального Конструктора У Юницкого Сегодня Связанный С работой С монтажом С испытаниями Просто Непочатый край И я просто Диву донюсь Как он Все это Выдерживает Как Все успевает Как он Еще умудряется Давать интервью Встречаться С министрами Это Друзья Просто Дорогого Стоит Поэтому Нам очень Повезло Что мы Все в команде С такими Инженерами Которые Сегодня Делают Работу Что возглавляет Эту команду Инженеров Наталья Юницкий С таким Опытом И у нас У всех С вами Хватило Терпения Хватило Ума Хватило Интуиции Дойти до той Стадии На которой Мы сейчас С вами Находимся Дальше Конечно Друзья Как мы Говорили Мы с вами Увидим И испытания И первые Адресные Проекты И первые Сети И первые Дивиденды Все Друзья Мы с вами Увидим В этом Можно Сомневаться Но Дойти до Этой Стадии Конечно Было Очень Непросто И это Все На Ответственности На Нервах На Очень Серьезные Работоспособности Как раз Той Команды Которая Сегодня Работает Делает И поверьте Друзья Что Впереди У нас Еще Очень Большие Горизонты Очень Большие Проекты Очень Серьезные Новые Инновации Технологии Которые Есть Инженерной Друзья У нас Работа Еще С вами Непочатый Край Поэтому Строй Скайвей Спасай Планету И Соответственно Движемся До встречи В субботу На Тельмозке Потом До встречи В Юрмале Потом До встречи В Самаре Ну Кто будет У нас Партнер Еще и Испании Пальма До Майорки Поэтому Друзья Нам Есть Еще Где Встречаться Что Делать И Куда Двигаться Все Друзья Спасибо За то Что Редактор субтитров